Ожесточенные столкновения потрясли Египет после того, как сторонники свергнутого президента Мухаммеда Мурси выступили с протестом в преддверии референдума по новой конституции Египта. Он намечен на 14 и 15 января. Братья-мусульмане, выступающие против июльского госпереворота и поддерживающие Мурси, этот референдум бойкотируют. Они заявляют, что конституция нелегитимна. По мере приближения даты голосования протесты оппозиции усиливаются, и масштабы насилия в Египте растут. По протестующим в Каире, Александрии, Суэце и Эль-Файюме полицейские открыли огонь. Несколько человек были убиты. Большинство участников акций в поддержку Мурси – это студенты. Убийства и аресты лишь подливают масло в огонь. Люди очень недовольны. Братья-мусульмане возмущены тем, что власти приняли новый, очень жесткий закон о демонстрациях. Согласно ему, для проведения акций протеста теперь необходимо получить разрешение полиции. Ситуация обострилась на католическое Рождество, когда правительство объявило братьев-мусульман террористической организацией. И любому, кто оказывает им помощь в протестах, или даже тому, у кого просто есть листовки и брошюры в их поддержку, грозит заключение сроком до пяти лет. А организаторы демонстрации могут быть приговорены к смертной казни. Сторонники Мурси разгневаны этими мерами и вышли на митинги. Сам Мурси предстанет перед судом 8 января. Это также вызывает возмущение протестующих. Обстановка в Египте крайне неспокойная, и в ближайшее время она может еще обостриться, учитывая предстоящий референдум по Конституции и суд над Мурси.